Председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко направил поздравления президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным российским чиновникам по поводу Дня Единения Народов Беларуси и России. Он выразил убежденность, что взаимодействие, основанное на принципах суверенного равенства, будет и далее отвечать интересам граждан двух стран. 25 лет назад был подписан договор об образовании сообщества Беларуси и России. Лукашенко назвал его отправной точкой для интеграции. Он отметил, что сформированы общие таможенные, миграционные, гуманитарные, социальные, культурные и образовательные пространства. Александр Лукашенко также поздравил народы двух стран. По его мнению, договор, подписанный 25 лет назад, позволил двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности. Он отметил, насколько важной оказалась российская поддержка в прошлом году, в том числе на фоне пандемии. Лукашенко уверен, что углубление интеграции должно идти на основе принципов равенства и независимости двух государств. Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, подтверждая правильность выбранного 25 лет назад, курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рамках союзного государства, отмечается в послании. В свою очередь, президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Четверть века назад был подписан договор об образовании сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран, говорится в телеграмме. По мнению Путина, с тех пор удалось многое сделать для укрепления российско-белорусских связей, а механизмы союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в разных сферах. Также российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат совместную работу по развитию конструктивных союзнических отношений. Президент России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко 2 апреля 1996 года подписали договор об образовании сообщества Беларуси и России. В декабре 1999 года был заключен договор о создании союзного государства. Полная реализация договора предлагает фактическое объединение экономики двух стран. Однако не все условия документа воплощены в жизнь. К весне 2019 года были созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕС. Недавно посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что дорожные карты углубления интеграции могут быть окончательно согласованы в апреле и подписаны до конца полугодия. Продолжение следует...